Всем привет дорогие друзья, с вами по-прежнему я Алексей и сегодня вашему вниманию я хотел представить свое новое видео, видео естественно по игре Евротрак Симулятор 2, это рубрика обзора мода, все вы все это прекрасно знаете, но сегодня у нас будет крайне интересный грузовик на обзоре, это масс, в общем-то у него два индексных обозначения, но скорее всего просто это в зависимости от того, какой у нас будет стоять шасси, и так, в общем нумеруется он у нас как 54-322 и 64-229, продается он в автосалоне DAF, так что давайте поскорее на него смотреть, первый взгляд на грузовик можно сказать, что он очень невзрачный на самом-то деле, какая-то непонятная у нас металлик покраска, которая очень сильно отдает белесым руль, опять же тот, который дефолтный с салона, можно было в принципе его и оставить, потому как у нас нет вообще руля, 3D модели руля, можно было как-то его думес этот подвигать, либо чтобы он не торчал здесь, просто вообще его куда-то вниз опустить и было бы все очень хорошо, можно также было постараться прописать колеса с резиной, это сделать не сложно вообще, кстати сказать, но в целом, как бы, блин, будем смотреть, рама есть, все хорошо, видно у нас будут провода рабочие, так что друзья погнали на обзор, и так, по кабинкам, в общем-то у нас есть вот такая стандартная со старым спойлером, ну это уже знаете, наверное, такая дань классики на старых-старых грузовиках, вот например, как Volvo F88 по-моему, такой же у нас был спойлер, вот уже такой более, наверное, современный, более привычный нам спойлер, который все, наверное, с вами прекрасно видели, ну и стандартная кабина, которая вообще без всего, либо вообще тюнинга какого-либо. Пока ставим стандартную, потому что мне надо будет посмотреть крышу, но я надеюсь, что прям-таки там ничего не помешает, и мы поставим кабину со спойлером. По шасси, есть у нас шасси 4х2, вот такой машины, честно признаться, я никогда не видел вот именно такого маза с такой кабиной, и шасси 4х2 ни разу не встречал, только вот такое классическое 6х4, 4х2 это больше как-то, наверное, уже подходит к старшей модели, которая А8, там тоже у нее такой сложный индекс, ну вот кто знает А8, просто вот так вот оно и есть. Слушайте, ну давайте делать классику, просто пусть будет 6х4. Дальше по движкам у нас, естественно, ЕМЗшки 238 и 238D, есть B, есть D, давайте оставим D, пусть у нас стоит D-шка. По трансмиссиям это ЕМЗ 238А на 8 передач, по салону, салон у нас, естественно, свой, уже до жути всем знакомый, уж в каких только модах на этот маз он не существовал, где он только не был, но здесь он, ну, можно сказать, наверное, приведен практически в идеальное состояние, вообще мне к нему никаких вопросов нет. Единственное, что я бы убрал вот эту кроватку и что-то бы поинтереснее туда придумал, ну, в смысле, вот эту текстуру пледа вот этого, да. В остальном все очень даже неплохо, я надеюсь, что все, все полки, все ниши с вами мы сможем протюнинговать, проколхозить. И есть некая такая, скажем, эксклюзивная отделка, вся эксклюзивность заключается в том, что у нас вот такая вот ставится оплетка на руль. Но я такое дело не люблю, пусть руль будет стандартный, тем более он здесь такой тоненький, элегантный, оставим. По покраске кузова, естественно, она у нас поддерживается, но плюс ко всему, также можно, друзья, еще и знаете, что сделать, можно нарисовать свои собственные скины. Архив весь в описании, плюс ко всему, также можно поменять свои номера нарисовать и будет прямо у вас офигенно все. Ну, не знаю, давайте вот такой пусть у нас будет, голубого цвета, как здесь написано. По тюнингу, по колесам, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Естественно, мазовские колесные диски и, соответственно, у нас куча просто мазовской, можно сказать, резины. Но здесь, по факту, вам просто нужно поставить диск масс и дальше здесь у нас идет уже в сборе вся резина, диски и так далее. Слушайте, ну, 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 я не знаю, где-то я тут видел, подождите, где-то я тут видел. А где я видел? Вот эти диски, по-моему, что ли я видел? Ну, давайте их оставим. Смотрятся они недурно, так что здесь нам вообще никуда лезть не надо, здесь все хорошо, здесь уже все по автоматике выстроено. Итак, это у нас просто бездисковое колесо, получается, идет, как бы первый вариант. Так, ставим. Да, конечно, я хочу. Ага, и вот так вот тоже сюда. Ну, сзади, чтобы это красиво выглядело, в принципе, можно вот такую поставить с колпаком. Третий вариант и прям вообще четко смотрится, согласитесь. Дальше за кабиной у нас вешаются знаки типа 60, 70, 80, но они, в принципе, дублируются, так что вы сами тут можете подобрать, что захотите. Крылья могут быть покрашены, но вообще тогда не смотрятся на самом деле, потому что низ у нас пластиковый, бампер пластиковый. Вот это вся навесное, так скажем, все тоже пластиковое, поэтому пусть оно будет черным, так смотрится реально красивее. По крыше у нас ставятся проблесковые маячки, но по факту сет просто такой у нас ставится на крышу, и поэтому мы, наверное, с вами сможем вернуть уже вот такую кабину со спойлером. И машина реально станет очень крутой. Кстати, спойлеров, здесь даже несколько вариантов. Что-то типа намека на аэродинамику, но вот он по своей модели немножко кривоват. То есть, да, вот видно, вот явно видно вот этот полигон и все. Блин, не очень. А вот этот прям вообще хорошо и отлично смотрится. Здесь проблесковые маячки так у нас и остаются, но ставить мы их не будем. Дополнительные фары, люстры можно поставить, если вам остановился. Это мало, козырек у нас не меняется. Здесь у нас уже пошел тюнинг салона. Здесь решетка. Несколько ее у нас идет вариантов. Она может быть крашеная или не крашеная. Меняется логотип у нас получается мазовский, да. И ставится вот это V8 Turbo, типа как по аналогии там со Scania, наверное, с Volvo и так далее. Ну, прикольно смотрится, соглашусь. Так, ну давайте, наверное, 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 что поставим. Ну, пусть вот так будет. Мне такой логотип маза нравится. Здесь всяческого рода таблички. Тиры, не тиры, ешки, не ешки. В общем-то, что захотите, то и сюда и подвесите. Дальше. По, в общем-то, наклеечкам. Опять же, здесь у нас всякие Беларусь, ДДР, черно-белая, Казахстан, Россия. То есть, здесь вы реально тоже можете выбрать. Противотуманочки можно, кстати, также поставить. Ну и по бамперу здесь он у нас немножечко расширяется, можно сказать. Опять же, туманочки всяческие у нас тут вешаются. Можно поменять его цвет. Вообще, можно вот такой вот, более-менее современный, кстати, поставить. И тогда уже в нем там будут всяческие противотуманки. И, в общем-то, даже можно и побольше влупить. Чтобы их было две бамперов. Тут реально целая куча, друзья. Вы посмотрите, сколько их. 26 штук. Офигеть. Можно выбрать вообще реально, что хочешь. Блин. Вот так вот смотрится прикольно. Все такое желтое сразу вокруг. Итак. Также у нас меняются вот эти боковые обтекатели. Можно сделать их черными. Либо под краску. Ручки. Либо стандартные, либо хромированные. Давайте сделаем хром. Почему нет? Зеркала краска могут быть. Вот такие с дополнительными зеркалами. И в краску. Ну, давайте доп. Зеркала еще. Я бы еще один, на самом деле, вариант добавил. Чтобы вот здесь дополнительного зеркала не было. А тут оно было. Либо сверху там как-то. Ну, чисто кастом такой сделать, знаете. Так. Ну, по внешке, в принципе, все. По салону давайте посмотрим. Тут у нас ставится навигатор. Здесь Белл Тол. Это, насколько я понимаю, типа аналог, наверное, Платона. Либо что-то в этом роде в Беларуси. Собственно, сам Платон у нас также здесь ставится. Подвесные предметы. Здесь у нас идут шторки. Вот, кстати, я смотрю, что я не вижу козырька как бы снаружи. Хоть он идет и с линией кабины как бы вровень. Но его тут не видно. Я бы его чуть-чуть, наверное, ниже опустил. Чтобы как-то создавался хотя бы эффект того, что он присутствует. Предметы на лобаж. Сисел поддерживается. Также идет видеорегистратор у нас тут. Ну, естественно, он не пишет. Это тупо просто камера. И все. Вот, которое зеркало здесь перенесено. Боковое зеркало у нас выпилено. Здесь у нас меняются зеркала, как вы уже поняли. Тюнинг сидушки. По спальнику все, в принципе, то же самое. Здесь предметно-приборная панель маловато. Маловато тюнинга на самом-то деле. Но, блин, я бы шторки какие-нибудь добавил с палку закрыть. Какие-нибудь шторки боковые. В эти полки что-нибудь покидать. В общем-то, здесь на самом деле есть на чем. Поработать вот именно в плане тюнинга. Так все идеально. Ничего трогать не надо. Итак, друзья. Ну что, вот такой вот у нас, как по моему мнению, классический мазурик получился. Нужно его обязательно протестировать уже во второй части обзора. Послушаем, как звучит местный ЕМЗ. Так что, друзья, не переключайтесь. Погнали на тест-драйв. Итак, друзья. Вторая часть обзора. В общем-то, сразу, наверное, небольшое. Сделаю вам замечание. Поправочку, да? У меня почему-то возникла ошибка, когда после предыдущего, так скажем, дубля, я просто нажал приобрести автомобиль и игра у меня вылетела. Ну, просто взяла и без какой-либо ошибки закрылась. Так что, друзья, обращаю ваше внимание на то, что если вы все-таки будете кататься с этой машиной, дабы не терять время, то вы ее протюнингуете там и так далее. Просто зайдите в автосалон, купите голую версию, как она есть, сохранитесь на всякий случай и уже сядьте в этот МАЗ и катите в автосалон. И, в принципе, можно вот уже как-то более-менее тогда что-то из этой машины делать. Не знаю, с чем эта ошибка связана. Вот просто в логе игра обрывается и все. Ну, это такое небольшое реаллическое отступление. Итак, по салону. Ничего у нас, ровным счетом, не поменялось. Нет, наверное, еще не хватает этот цвет в салон. Я бы какой-нибудь желтенький такой добавил сюда вот на ту лампочку. Было бы прикольно. Итак, по вообще борточам, как что у нас работает. Слева у нас спидометр, совмещенный с тахометром. Посередине... Ой, с тахометром, говорю, господи, с одометром. Посередине у нас идет тахометр. Справа блок, который... Вот, блин, по-моему, на все машины, которые выпускались во времена Советского Союза, ставился он. То есть это комбо целый у нас прибор. Это и топливный бак у нас тут показывается, и сколько у нас давления масла, и температура, и, соответственно, амперметр. Дальше, ровно как и на старых КАМАЗах, опять же, у нас идет вот это росы всяческих контрольных ламп. Ну, вот такое ощущение. Знаете, вот сейчас наручник ставлю, как будто бы не она сама загорается, а как будто она влазит вот так вот, то есть панельно из вот этой всей панели приборов. Как-то, ну, смотрится не очень. Рабочий у нас датчик тормозной системы, то есть снимаю, ставлю наручник, у меня воздух выходит по варичке. Кнопочка также у нас моргает, и все это дело здесь у нас работает. Кстати, вот на реальном МАЗе так же, либо все-таки она одновременно включается. Так, ну, соответственно, это все у нас анимировано. По освещению габариты вот такой вот у нас на ближнем свете фар. Косячок у нас идет на правом приборе. Давайте попробуем его выловить. Вот он, да, то есть у нас не закрыто полностью получается панелька дальний свет фар. Все это у нас тут работает. Значок блокировки, обратите, у нас внимание включается. Это уже хорошо. Ну, насколько понимаю, когда будет мало топлива, у нас будет загораться мало топлива. По дворничкам. Клавиша дворников. Ну, тоже, кстати, анимировано. Это первый у нас режим работы, получается, идет. Второй режим работы. Он, как бы, чуть-чуть, получается, побыстрее реагирует. Ну, и третий, это, видимо, уже у нас они молотят постоянно. Какая-то анимация, конечно, странная, затраможная. Не знаю, как на настоящих МАЗах, так или нет. Но с внешки, в принципе, все работает хорошо. На габаритах у нас работают нижние противотуманки. Они у нас светят желтым. Ну, можете, в принципе, там и белый, бело-желтый, просто белый поставить и так далее. По дождичку в четверг давайте посмотрим, что у нас. Капельки слабаша. Уходят. Ну, вот, средний дворник, да, справляется. Ну, и с мишки, соответственно, все у нас анимировано. Это я уже показывал. Итак, давайте мы теперь с вами запустимся. Ух, как будто трактор завел. Опять же, у нас идут ошибки по нижней тени. Смотрите, да, то есть у нас вот это пятно, оно должно быть под передним колесом. И, соответственно, сзади у нас все смещено назад. Можно просто попробовать и немножечко тень вперед пододвинуть. И будет прям вообще офигительно все выглядеть. Так, выходим отсюда. Сигнал как будто как отлегковой. Так, ну ладно, попробуем зацепиться. Провода, насколько я понимаю, у нас тут в этой версии не работают. Так, ну-ка. Проскочил, что ли? Ну, давай потихонечку тогда сейчас будем. О, отлично. Да, провода у нас, к сожалению, не цепляются. И выравнивается у нас сразу морда. То есть, получается, она как бы вперед вот так наклоненная была. На жопу немножко надавила. И, в принципе, можем ехать. Вообще, смотрите, как странно. У нас получается, что, скорее всего, хук, это называется в занозе. Ну, вот в этой модели это называется хук. То есть, крюк. Скорее всего, он просто высоко выставлен. И у нас получается, что вот такая вот херня. Надо опускать немножечко пониже, наверное. Ну, чтобы хотя бы вот этот набалдашник немножечко у нас скрылся. И тогда будет очень даже неплохо смотреться. И нужно все-таки добавлять провода. Это сделать тоже, в принципе, не сложно. Итак, друзья, ну что, прокотимся. По итальянским дербиням. Так, повернем, наверное, налево. Ну, моторный тормоз тут, как бы, знаете, горный тормоз. Он же, да. В ЕТС он невыразительный. Вот в Американ-траке мне вот эта система нравится больше. Там прям такой... Боже, стучит движок. А тут просто как-то он берет, останавливается в ЕТС и всё. То есть практически никакого звука не издаёт. Закала большие, в них все хорошо видно Их вот даже, в принципе, надстраивать-то не надо Все прям прикольно Ну вот это немножко, бро, я развернул, наверное, как бы на себя, да Но в остальном все очень даже хорошо Не хватает, конечно, блин, проводов, зараза Ну, я думаю, авторы как-нибудь додобавят Это, опять же, там все очень просто С дефолта снимается, ставится, прописывается там в 2-3 папки И все, это дело 10 минут буквально это все можно сделать Просто я это сам делал Я уже и раздаю советы насчет этого Так спокойно, потому что я знаю, как это надо делать В принципе, там ничего сложного нет Итак, друзья, ну что сказать по мазу Это маз как маз, в принципе, мод уже довольно долгоиграющий Давно он есть в сети Время от времени он улучшается Кучу, просто реально кучу модификаций Он уже приобрел от пользователей Так что, ну, наверное, какой-то новой информации я вам не выдал Ну вот, просто новый, какой-то обновленный, можно сказать, маз под новую версию Но, опять же, не целиком То есть, у нас нет поддержки проводов Это, конечно, очень плохо Ну, хотя, в принципе, кому они нахер нужны Хотя, вроде, функция игровая как бы есть Значит, надо делать, значит, надо обновлять, добавлять и так далее Ну, посмотрим, да То есть, по явным таким косякам Нужно седло немножко ниже опустить Поправить спойлер, который, можно сказать, такой С ребрами жесткости, да Потому что там явно видно вот этот полигон Ну, по внешке, не знаю Смысла колхозить как бы его особо нет Если там брызговики, может быть, вперед какие-то кинуть По салону шторки добавить Чтобы можно было спалку закрыть Боковые шторки сделать Ну и, наверное, все То есть, в принципе, больше как бы никакого колхоза этой машине и не надо Все, дорогие друзья Ссылочку на скачивание этого замечательного моды я оставлю в описании Так что переходите, качайте, кто заинтересован Ну и также пишите в комментариях, на что сделать следующий обзор Оставляйте обязательно ссылочки Я их все пропущу, все их увидят Ну и все, друзья С вами был Алексей Желаю вам всем хорошего настроения И желаю вам всем огромной удачи И пока Увидимся